приветствую всех постоянных зрителей моего канала также всех тех кто присоединился к просмотру этого видео случайно это видео имеет название 404 копейки или как мы ловили конячку вот эту конячку мы конкретно ловили сегодня 30 июля а вчера 29 июля в онлайн-магазине nboom можно было заказать вот эту монету но об этом чуть попозже вначале я бы хотел поблагодарить постоянных своих зрителей те которые мне пишут интересные правильные комментарии и я отдельно хотел бы поблагодарить ивана мазепу тот который правильно отметил то что я ошибся тогда когда делал обзор об этой монете эта монета называется маяки украины о том что первое то что тираж этой монеты он должен быть 35 тысяч он такой есть а я сказал 40 тысяч ну здесь я ошибся также я ошибся в том что для этой монеты ну еще должна была быть должен был быть сувенирный буклет но к сожалению он действительно не предусмотрен что я сделал я был на почтампе и я купил 6 открыток который не на которые называются маяки украины и это как раз именно все те маяки которые вот изображены на этой монете поэтому что я вам предлагаю значит вы можете значит пойти на почтамп или в какое-то отделение связи купить вот эти открытки и таким образом вы может быть таким образом вы восполните то что нет буклеток этой монете также есть блок марок из шести штук тоже с шестью маяками те которые даже изображены здесь и на монете и может быть кроме того что вы занимаетесь нумизматиком будет интересно быть интересно будет собирать еще и открытки и марки то есть вы еще станете кроме того что нумизмат еще будете филокарты филокартистами и нумизматами но это у меня вам такое предложение для того чтобы ну не зацикливаться только на монетах и только на банкнотах потому что мир коллекционирования он очень широким очень большой также я бы хотел поблагодарить своего подписчика с ником мобильные фишки барсук который мне прислал сувенирные банкноты или банкноты но не банкноты рекламные такие открытки и флайер от мне даже не знаю как это назвать то есть я коллекционирую еще кроме того чтобы настоящие банкноты настоящие боны еще и вот такие вот вещи как допустим это вот здесь ну он мне прислал еще даже в общем-то деньги те которые не настоящие а те которые использовались в каком-то студенческом городке они вот разного цвета разных номиналов ну что тоже интересно вы знаете да ну самые старые экспонаты ли самые старые значит то что есть в этой действительно в общем-то коллекции это вот этот календарик вот посмотрите календарик 20 долларов да вот и это календарик за 1992 год год то есть это самый старый экземпляр то и вот он мне еще прислал такую записочку что такими календариками в 90-е года людей дурили а лохов кидали вот то есть ну вот это вот как бы самое старое ну и действительно в общем то наверное самое ценное ну вот посмотрите какие вот еще есть такие рекламки в виде денег это уже пошли такие вот сувенирные причем значит как бы изображены банкноты разных стран вот тоже очень интересно есть календарики тоже очень интересно вот это календарик за 2006 год блок ндп ну если честно я у даже сейчас не вспомню что это за блок вообще какая это была партия кому вот но календарик остался и экспонаты или там предметы в общем то мои коллекции есть ну и также вот все остальные другие банкноты что между прочим ну не это вот интересно и вот это все дополнит мою маленькую коллекцию которую я вам уже как-то один раз показывал и может быть кто-то тоже имеет такие сувенирные вещи кто бы хотел со мной поделиться я с удовольствием от вас это приму вот ну и теперь значит собственно время о том как рассказать ну для того чтобы рассказать о том что вчера происходило о том как вчера работал этот магазин все из-за вот этой вот монеты называется на лошадь проживальского вот я уже ее сегодня забрал ну происходило это все следующим образом я уже просто записал целую хронологию как это было я около 10 часов то есть до того времени тогда когда должно было должно было начаться продажа и заказ этой монеты я зашел залогинился все вот и каким-то образом я эту монету уже добавил в свою картину корзину и после того когда я нажимаю в общем то для того чтобы перейти в корзину и оформить этот заказ сайт начал показывать 504 ошибку то есть не работают значит не соответствует там я не знаю да и это постоянно повторялось потом после нескольких после того как я несколько раз перегружал сайт в 10.17 я наконец-то зашел в свою корзину и обнаружил там еще предметы те которые когда-то заказывал очень давно и был очень удивлен что они там опять оказались затем он после этого времени тогда когда уже нажал кнопку там оплатить нет связи с сайтом в 10.13 в 10.33 появляется и снова исчезает эта связь и уже где-то примерно час после этого времени в общем ну просто играешься просто нажимаешь постоянно кнопку f5 обновить страницу на и страницу и уже где-то после этого уже где-то спустя час я уже просто вышел погулять на улицу потому что это было просто невозможно в 11.41 я пробовал опять зайти на сайт у меня ничего не получилось в 12.13 это уже с мобильной версии сайта мне предложила страницу перегрузить в 12.32 появлялась постоянно критическая ошибка и затем появилась такая интересная надпись что оказывается то этот сайт этот интернет магазин он был написан на платформе world press я немножко знаком с интернетом я делал некоторые сайты в том числе но не магазинов а других более сложных вещей немножко знаком то есть оказывается что национальный банк не специально заказывал интернет магазин а просто взял дешевый шаблон world press и на этой платформе это все написал ну вы знаете для национального банка использовать такие вещи ну как-то ну совсем нехорошо вот и это если честно меня очень удивило и расстроило потому что но мы можем сделать нормальный интернет магазина то есть интернет магазин на world press это может себе сделать там какой-то там частный предприниматель но не национальный банк поэтому меня это как бы очень сильно удивило после того как я уже вернулся домой в 11.14 наконец-то прошла моя оплата и я заказал эту монету но это прошло сколько больше чем три часа в 14.11 я получил письмо на электронную почту от национального банка с извинением о том что они там извинялись там что плохо работает этот сайт но это уже хорошо за что за это уже отдельное спасибо национальную банку что они признают что вот так вот действительно плохо работает это было неожиданно и если честно но приятно все-таки что национальный банк что-то общем-то с этим делать но нет худа без добра как говорится вчера пока там я делал эти все покупки пока я лазил по этому сайту стоимость инвестиционные монеты архистратик михаил ну я надеюсь что ты 2021 года будет монетам стоило рекордно низких денег а именно вот 965 гривен для сравнения то есть это самая низкая цена за год какая только была на эту инвестиционную монету для сравнения сегодня она уже 100 995 гривен то есть ну 30 гривен разница ну конечно же я заказал эту монету я надеюсь то что многие из вас другие там тоже сделали заказ этой монеты все дело в том что тираж монеты инвестиционной за 2021 год будет всего лишь навсего 20000 а это маленький тираж поэтому она потом будет пользоваться в общем действительно большим успехом вечером уже я уже просматривал конечно же видео других блогеров это в общем-то ну честно скажу ну для вас это уже не новость для меня это новостью стала вчера том что оказывается национальный банк придумал что к 30-летию независимости украины они решили выпустить еще и инвестиционную монету такого же веса это одна унца 31 и 11 граммов такого же веса такого же диаметра и всем прочим но тиражом всего лишь навсего 15 тысяч и мне очень будет интересно посмотреть какой же будет вот это вот инвестиционная монета памятная то есть это уже вы знаете это уже новая монета то есть у нас есть обиходные монеты памятные монеты они же юбилейные монеты потом значит жетонные, инвестиционные и теперь у нас уже еще есть инвестиционно-памятные монеты и вы знаете, это будет очень интересно поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик тогда, когда выйдет эта монета и можно будет ее заказать, я им конечно же сообщу, и поэтому нажмите на колокольчик для того, чтобы быть в курсе этих новостей, поэтому я вам очень советую эту монету обязательно заказать тогда, когда она уже появится в продаже далее, если вы помните многие нумизматы просили сделать Национальный банк, напечатать купюру номиналом 30 гривен ну, вы помните, что тогда ответил Национальный банк, то что вы знаете вот у нас тут такой план вот мы выпускаем, мы все работаем по плану, впрочем потом, значит, спустя какое-то время оказывается что они решили выпустить еще монету архистратик Михаил, который, кстати, я вот тут вот не вижу в этом плане может быть они уже пошутили или как это было, как это понимать но ее уже здесь нет номиналом 250 гривен ну вот покажите мне монету или какую-то там банкноту с таким номиналом оказывается, что можно вот такие выпускать, в общем-то изменять номинальный ряд этих банкнот этих монет ну вот ее тут нету вот, ну не знаю будет ли, не будет ну вы знаете обновленный план я не понимаю наверное золота не будет ну и по поводу ну и затем это уже не я это другие блогеры заметили это уже, в общем-то для вас не новость о том, что предусмотрено выпуск памятных банкнот номиналами разными номиналами приуроченные к 30-летию независимости Украины тиражом каждая из этих банкнот по 30 тысяч это банкноты 20, 50, 100 200, 500 и 1000 гривен то есть каждая из этих банкнот значит они будут напечатаны тиражом в 30 тысяч ну в принципе такой более-менее нормальный интересный тираж вот и здесь что бы мне хотелось то есть я люблю порядок и я очень люблю все раскладывать по полочкам и разложить банкноты Украины те, которые выпускают национальный банк можно на 4 типа первый тип это так называемая презентационная банкнота это конкретно вот эта вот банкнота Пантелеймон Кулиш я все никак не соберусь сделать обзор этой банкноты со всеми со всеми ее характеристиками но я это обязательно сделаю и это вот пока что одна единственная презентационная банкнота та, которую сделал национальный банк банкнота очень интересная у нее очень маленький тираж очень маленький тираж значит она есть в русскоязычном буклете украиноязычном и англоязычном и общий тираж этих банкнот 2000 экземпляров и вот у меня она есть я обязательно сделаю обзор поэтому следите за моим каналом будет интересно ну вторую банкноту о которой нужно вспомнить это конечно же банкнота Леонид Кадынюк значит выпущена она в количестве 500 тысяч штук то есть тираж ее 500 тысяч вот она такая ну я не делал обзор может быть сделаю может быть нет это вот второй тип это сувенирные банкноты также также есть другие сувенирные банкноты это например банкнота ну это конкретно банкнота у меня есть сейчас такая же продается но только в открытке тираж вот этой вот сувенирной банкноты примерно там кажется 100 тысяч если я не ошибаюсь да действительно 100 тысяч ну я почему-то решил не покупать еще одну такую же но только в конвертике кстати они имеют в общем-то все номера интересно вот ну только переплачивают только за этот конвертик ну 100 тысяч вы знаете ну как-то вот этих банкнот выпущено меньше они бывают двух типов значит у меня конкретно она есть с памятной медалью столетию государственного банка и вот это вот бакноты ну количество этих банкнот всего лишь на всего 20 тысяч она есть ее можно пока что еще купить поэтому кого нет обязательно купите вот ну и третий тип это памятно памятно обиходные монеты ну можно их так назвать то есть это монеты простите банкнота вот это та же самая банкнота 20 гривен но она памятно выпущена 160-летию Ивана Франко вот и то есть она ничем не отличается от обычной банкноты лишь только тем что здесь вот написано 160 лет все больше ничем она не отличается ну единственная деталь что вот цитаты его перенесены наверх вот этот вот цветут вместо этого цветочечка вот здесь вот такая голографическая наклейка какая-то и все такое проще ну в общем-то и все ну и конечно же четвертый вид это просто обычные значит обиходные банкноты кстати вот значит первая памятная банкнота это была выпущена в 2011 году номиналом 50 гривен Михаил Грушевский и она была выпущена если я не ошибаюсь там по-моему их было всего лишь на всего 2000 штук вот это была такая первая памятно обиходная банкнота вот эту конкретно банкноты я покупал за 30 гривен ну это было вот в прошлом году в октябре месяце сейчас такая стоит где-то примерно 50-60 гривен ну а та которая в конвертике ну я уже даже не знаю сколько она должна сегодня стоить значит что я думаю значит какими будут вот эти вот новые памятно обиходные банкноты то есть они будут те разных номиналов я думаю что они просто сюда влепят вот эту вот такую же графическую какую-то такую наклейку вот каких-то наверное разных цветов и все ну может быть еще какой-то там немножечко цвет добавят убавят там я не знаю может быть какую-то строчечку но я больше чем уверен что они будут точно такие же можно возможно они будут все в конвертах там вот как вот Леонид Кадынюк да ну потому что тираж такой небольшой да ну я думаю что они просто вот этим вот всем просто ограничиться вот да и роп за сто вот вы знаете давайте посмотрим тут нам осталось в общем-то до этого в общем-то ну совсем недолго я думаю ну чуть больше месяца наверное я не знаю может быть и они как-то в общем-то в августе и выпустят эту памятную банкноту ну наверное в общем-то на этом все и закончится то есть будет просто вот они сюда втиснут вот этот вот голографический какой-то такой рисуночек ну почему потому что в самом плане прямо таки написано то что вот монеты там 2019 года там образца там 2018 года образца и все и больше в общем-то ничего не будет вот мне ну вы знаете лично мне было бы интересно чтобы все-таки была банкнота номиналом 30 гривен и чтобы там был портрет Степана Андреевича ну вот вот так вот вы знаете вот мне кажется что это было бы действительно интересно 30 гривен и портрет Степана Андреевича вот что вы думаете по этому поводу мне интересно узнать ваши мысли поэтому пожалуйста комментируйте это видео большое спасибо что досмотрели до конца желаю всем крепкого здоровья и нумизматической удачи увидимся